Я начну, наверное, с идиотского вопроса. Вы сейчас сейчас босиком или нет? Босиком. Могу продемонстрировать. Вот как раз. Я просто посмотрел какие-то интервью, какие-то концерты. Концерты еще ладно, но во многих интервью вы либо босиком, либо в носках. Да, такая привычка уже. Это связано с многими практиками, которые я и преподаю, и сам использую. В том числе это практика по наращиванию осознанности. Просто мне дома холодно, я всегда в тапках, а на чужой территории, на концертах, вообще, наверное, опасно скакать босиком, не видя в темноте. Да, сейчас уже опасно, потому что мне уже врачи подзапретили это. Поэтому на концерты группы «Пилот» я уже теперь, к сожалению, в кедах. Да, потому что традиция ушла. Но дома хожу босиком, в квартирнике играю босиком. Ну, когда возможно, в общем. Стараюсь даже вот ходить где-то по земле, летом высочком гулять. Это же очень полезно для здоровья. Ну, говорят, да. Уже можно, наверное, подводить итоги какие-то года. Мы когда выйдем, так уже вообще конец года, скорее всего, будет. Как для вас 2020 прошел? Ну, честно говоря, сумбурно, немного нервно, я бы сказал. Ну, и честно говоря, я весь разгар пандемии пропустил. У меня случилась такая история, что в самом начале марта у нас был тур весенний, очень большой, много городов. И был маленький перерыв в неделю в марте. Еще снег лежал, была зима. И я взял всю семью и повез в другой город, Нижний Новгород. Там у нас бабушка с дедушкой, значит, единственные оставшиеся родные. Мы поехали буквально на пять дней, то есть внучку отвезти. И тут грянула, собственно, эпидемия. И мы решили не возвращаться в Питер, потому что, ну, всяко большой город, мегаполис гораздо опаснее. Там и контроль, и паника может быть. И мы остались на окраине Нижнего Новгорода, практически в деревне, на полгода. Вот. И поэтому практически ничего не заметили. Прожили в деревне пять месяцев, и еще месяц отправились сразу оттуда в Крым на море, где я проводил лагеря. Вот у меня там, ну, я же провожу лагеря такие выездные, где готовлю, я так называю, диверсионный джедайский лагерь. Мы готовим там бойцов, проводим практики, армейская дисциплина, полный курс лекций по морально-нравственному воспитанию и все такое. Вот я две группы проводил в августе. И потом уже в Питер вернулся только осенью. Ну, то есть настроений таких, что 2020-е, миру приходит конец, у вас нет такого? Ну, я бы не сказал, что миру приходит конец. Во-первых, миру приходил подобный конец уже много раз, и как-то все выживали, учитывая там, не знаю, чему ту же самую, да, там, страшенную. Были гораздо страшнее вещи, и Вторая мировая. Вот. Я думаю, что мы все это все переживем. Ну, единственное, что с концертами, конечно, стало очень плохо. У нас, конечно, и тур прервался. Почти не было концертов летом, всего два концерта прошло. И сейчас мы практически вынуждены играть концерты подпольно, потому что все массовые мероприятия запрещены. Несколько городов буквально открыты. У нас будет в первую половину января на новогодних каникулах три концерта. А все остальное я играю акустику подпольно. И даже честно в интервью телевидению нескольким телеканалам признался, что, друзья мои, законы власти не оставили мне другого выбора, как вас обманывать. Потому что мне нужно кормить семью детей. А с моим здоровьем в моем возрасте другую работу просто сходу не найти. Вот. Которой я мог бы покрыть расходы семьи на обучение, медицинскую помощь ребенку. Я сказал, что вы не оставили мне выбора, мне придется вас обманывать и играть втихаря. То есть, с финансовой точки зрения это сильно по группе пилот ударило? Конечно. Конечно. Мало того, что мы сейчас, мы же начали писать новую пластинку. И в связи с пандемией гораздо было бы проще, то есть, выложить, например, проект на планете.ру, собрать там, грубо говоря... Я как Шура из 12 стульев четко посчитал цифру, которая мне нужна для счастья. Поэтому мы поняли, что мы примерно уложимся в миллион. И это было бы не очень сложно собрать на планете эту сумму для записи альбома на хорошие студии с хорошими звукорежиссерами и так далее. Но в связи с тем, что у нас нет концертов и у людей нет денег, понятно, что все это накрылось. И приходится весь альбом писать на коленках, буквально на репетиционной точке у нас. Благо у нас хороший аппарат, хорошие компьютеры стоят и так далее. Это такая мини-студия своя у гитаристов. И мы это все пишем сейчас, теперь доморощено, как там 15 лет назад. Вообще, пока во всем мире сейчас говорят о второй волне, да, закручивании гаек каких-то, то у нас сейчас жесткие ограничения ввели до середины января. В России идут концерты, веселятся все, насколько мы видим отсюда. Нет, нет, нет. Здесь тоже все закручивается. Вот говорю, в Питере вообще все запретили. Закрывают клубы, концертные площадки, все закрывают. Но единственное, что здесь люди настроены, наверное, все-таки более, скажем, радикально. Они не такие послушные, как в Европе, не такие законопослушные. И зачастую они, конечно, взбрыкивают, начинают протестовать весьма очень активно. Мои друзья в ресторанном бизнесе открыто выложили в интернет заявление. Там целая коалиция рестораторов Питера заявили, что они не будут закрывать свои заведения, как того требует закон сейчас, ведь у нас все вообще закрыли. Вот. Они сказали, что нам жить не на что, поэтому власть нас не поддерживает, и мы не собираемся исполнять эти законы. Они собрали прямо какую-то коалицию по защите от этого всего. И были очень смешные ситуации в последнее время. Недавно был концерт Чижа в Питере в большом клубе на 2500 человек. Туда пришел Роспотребнадзор. Вот люди, которые следят за соблюдением всех карантинных мер. В общем, долго выносили мозг. Выносили, что у вас это не соответствует, то не соответствует, и это. Три часа или четыре ходили, выносили мозг дирекции клуба. В итоге дирекция клуба вызвала просто Росгвардию, которая приехала и выгнала Роспотребнадзор. И концерт прошел нормально. В общем, тут конфликты интересов, структур, которые не могут часто договориться. И все как-то вот так вот вокруг да около пытаются обманывать все эти меры. Нет, ну был же сейчас этот концерт Басты, громко обсуждаемый, два дня. Да. У вас ведь тоже в ноябре два концерта было в столицах, нет? Было, да. То есть каким-то образом это происходит все равно? У нас то, что с марта вообще нет концертов. Ну, мы стараемся, да. То есть тут же есть очень много хитростей тоже. Мы, естественно, там и поставили стули, как того требовало, да, закон. Мы продали 25% билетов, понятное дело, то есть в зал. Ну, понятно, что помимо проданных 25% примерно билетов еще пришла куча знакомых и так далее, и так далее. Кто-то прошел через черный ход, кто-то неожиданно купил билет на входе, неизвестно откуда взявшийся. В общем, ну, люди выкарабкиваются как могут, конечно. Но мы стараемся хоть как-то, конечно, соблюдать. У меня вчера буквально, я только что приехал из Москвы, у меня два дня, вчера и позавчера были квартирники в Москве. Я обязал всех людей сидеть в масках. Ну, все адекватно поняли, никто не стал бузить. Все одели масочки, 4 часа квартирника сидели все в масках. Но я не вижу смысла закрывать массовые мероприятия, концерты, когда открыт общественный транспорт и метро. Мне кажется, люди, которые издают эти законы, просто забыли, что такое метро. И они уже очень давно не ездили на автобусах, трамваях, маршрутках и тем более в метро. Они не представляют, что там делается. Ну, без общественного транспорта, наверное, сложнее было бы. Логики-то никакой нет. Практически 80% населения в России все понимают, что все эти ограничительные меры – это просто паника властей. Они не знают, что делать на самом деле. Они ничего не знают про вирус. Мало того, лекарств в больницах нет. Это информация от первых, грубо говоря, из первых рук. У меня ребята работают в Питере и в Москве в больницах. Они говорят, у нас людей лечить нечем. У нас кроме физраствора и аспирина ничего нет. У нас давно закончились лекарства. Новые не завозят. Поэтому врач-реаниматолог мне примерно так сказал. Нам привозят больных с ковидом в более-менее тяжелом состоянии. Через несколько часов мы их просто перевозим в морг. Нам ничего с ними не сделать. Потому что ну что мы их будем, физраствором лечить? А лекарств нету. Ни в Питере, ни в Москве, по крайней мере, в больнице. И поэтому все вот эти меры по концертам закрыть – это просто лицемерие, фарс какой-то. И все это понимают. Потому что в метро вообще не войти. Там в час пик такая толпа дикая. В маршрутках полно народу, там не протолкнуться. И так далее. И смысл закрывать рестораны и концерты – это просто бред. Ну с 5 числа ведь у вас началась массовая вакцинация. Я об этом, честно говоря, ничего не знаю, не слышал. Мы читаем, вот завидуем. Не знаю. Я не слышал. У меня нет ни одного человека знакомого, кто прошел бы вакцинацию. Но она начнется с врачей, наверное, с учителей. Да, я слышал, что они начинают с бюджетников, да, с врачей, учителей и так далее. Но я не знаю, к чему это, честно говоря, приведет. Потому что, учитывая, что они ничего не знают о вирусе, а это точно тоже достоверная информация, что тесты все ошибаются в 50%. Причем там несколько раз дают люди отрицательно, потом положительно. Либо наоборот, переболевшие сдают анализы, а у них все чисто, как будто ничего и не было. То есть тестам доверять точно никак нельзя. То есть и получается, что все меры, которыми вылечивается коронавирус, то есть по крайней мере у нас, это все называется 50-50 русская рулетка. Повезло и хорошо. То есть это как, есть такая пословица, да. Если ты заболел, и ты будешь лечиться, ты будешь болеть 7 дней. А если лечиться не будешь, будешь болеть неделю. Вот здесь то же самое. Мне кажется, это просто рулетка. Они не знают, что это, не знают, как это лечить. Никаких гарантированных мер нет. Поэтому и про вакцину у нас большинство людей точно так же сомневается. Я очень сомневаюсь, что люди побегут вот эту вакцину как бы себе делать, вводить. Потому что доверия к власти государства у нас нет. Ну, в Европе более-менее тоже так. Потому что, например, в Париже сейчас какие-то массовые протесты начались. И в Германии тоже. В Латвии 12 декабря планируют к правительству какие-то люди выходить, что не надо на нас надевать намордники. Ну, да, да. Я слышал это уже повсеместно. Просто я не знаю, честно говоря. Потому что, опять же, врачи профессиональные говорят, что маски... Вот, я буквально вчера на концерте тоже сказал. Мне очень нравится выражение. Мне кажется, оно самое удачное за 2020 год. Это по поводу как раз действия государства и властей. Я согласен с тем, что продавать людям маски и тесты на коронавирус сейчас, во время пандемии, это то же самое, что во время войны, во время бомбежки продавать билеты в бомбоубежище. Вот то же самое. То есть люди просто нагреваются, зарабатывают деньги на горе и на смерти своего народа. Вместо того, что... И при этом они сидят на газово-нефтяных миллиардах каких-то, и вполне бы себе могли позволить раздать эти маски бесплатно, раздавать, и тесты проводить бесплатно. Потому что если бы они заботились о своем населении, о своем народе. А они им все это продают. Причем очень дорого. Поэтому... И вот это тоже людей в стране взбесило абсолютно. Поэтому я бы сказал, что уровень доверия к власти за последние полгода упал вдвое, если не больше. Именно из-за их шагов в связи с пандемией. То есть все просто сначала были в непонимании, в растерянности, а теперь просто люди откровенно начинают во взбешенном состоянии находиться. Вы лично соблюдаете какие-то предосторожности? То есть маски, перчатки, это все? Да, я стараюсь. Перчатки я, конечно, не ношу. Но у меня с собой, по крайней мере, дезинфекция, вот эта вот жидкость. Я стараюсь мыть руки, и ребенку тоже постараюсь это все делать. Ну, что можно адекватно. Плюс маска, которую я ношу, она необычная вот эта вот голубенькая, которая ни от чего не спасает, как мне сказали все врачи абсолютно. То есть это чисто психологическое успокоение. То есть ни в какую сторону, говорит, ни от тебя никого не спасет, ни тебя не спасет эта масочка нисколько. Можешь ее снять и на улице ее носить даже вреднее, чем не носить. Но она помогает от пыли, например. Просто, да, от пыли от автобусов, не более. Но маски, которые носят врачи в больницах, а они мне вот подарили, такая она двуслойная, плотная, через нее почти невозможно дышать. Но они скажут, да. То есть она примерно на 50% тебя обезопасивает. В принципе. Но и то не факт. Поэтому если ты хочешь, Илья, сказали обезопасить себя, купи себе респиратор против биологического оружия, вот тогда... А маски можешь себе повесить просто на окошко для красоты. Елочку украсить. Да, хотел сказать как раз. Это чисто на елочку игрушки до 2020 года. Можно снежинки на окна еще вырезать из них. Да, да, да. А вот до ноября у вас когда был концерт, получается? В сентябре, блин. То есть не было длинных каких-то пауз? Было. Почему? Мы не играли с марта. То есть с марта, грубо говоря, мы не играли до августа вообще. То есть март, апрель, май, июнь, июль. Пять месяцев у нас не было концертов вообще. В шестой месяц у нас был один единственный концерт в Крыму. На фестивале, собственно, байкеров, ночных волков. Но это понятно, что кто бы интересно отменил этот фестиваль. Потому что все знают, кто его проводит. Так что против царя же никто не попрет. И в сентябре мы сделали два концерта уже, по-моему, в Питере и в Москве опять же. И, по-моему, сыграли Тулу. Один город только. Успели. А дальше все стали закрывать опять. После таких пауз у вас появляется волнение перед выходом на сцену? Нет, я бы не сказал, честно говоря. Нет такого, что отвыкли, забылось. Нет. Все равно мы репетируем перед концертом. Так что все в порядке. У меня сейчас я несколько раз поймал такое волнение. Давно забытое чувствую. Как 30 лет назад. Но в связи не с тем, что ты боишься выходить на сцену, что-то играть. А с тем, что просто в последнее время там со здоровьем какие-то были у меня проблемы. И я с удивлением почувствовал волнение какое-то перед концертом. А сейчас в сентябре я опасался, а смогу ли я, вытянули. Вот. Вот тут я вдруг почувствовал вот эту вот легкую дрожь в руках, как бы волнение. Да, потому что я опасался, смогу ли я чисто по здоровью все это вытянуть. Но вроде ничего, все хорошо. Так что все поуспокоилось. У меня просто осень, больное время проклятое. Я постоянно пневмониями болею каждый год. И в связи с этим коронавирусом я думал, ну все, мое время пришло. Пора раздавать последние указания и все. То есть я точно не переживу. Но вроде пока бог пронес, так что живем пока тихонечко. Но вы по-прежнему получаете кайф от живых выступлений? Конечно, конечно. Для меня вообще просто общение с живой публикой, с живыми людьми, оно определяющий фактор. Например, сейчас я уже второй раз записываю, ну скажем, это такой общеобразовательный курс по морально-нравственному воспитанию. То есть там это инструкция к человеческой жизни. Я написал библию для атеистов. И издаю ее в начале февраля в московском издательстве. И который собрал там самые такие прагматичные, эффективные, результативные практики для человека. Откуда? Ну там по самым главным вопросам. И смысл в чем? Причем я это снимаю все на камеру, просто, да, значит, оператор снимает, я записываю какие-то видеоуроки. И курс сейчас такой же есть в интернете, он называется «Азбук и счастье», там 16-часовых уроков. Но мне на камеру очень сложно говорить, потому что я перед собой не вижу людей. То есть я не вижу их реакции, да, я не понимаю, в какую сторону повернуть. Где-то можно посюмить, да, где-то анекдот рассказать, когда ты с людьми живыми общаешься. Иногда ты видишь, что люди слишком напряглись, и можно даже как там где-нибудь, ну они уже такие совсем там в святость ученые ушли, а ты такой раз и мутягнулся, они такие, ух, их сразу отпустило. То есть корона сразу поздвинулась, вот. То есть можно управлять таким образом ситуацией и состоянием. А когда ты один на камеру говоришь, я ничего не чувствую. Поэтому я сразу начинаю говорить косноязычно, неправильно подбирать слова-фразы, что-то забывать. То есть мне сложно. То же самое с концертами. Я принципиально не играл онлайн-концертов, принципиально, потому что для меня это, ну, непонятный формат. Я не чувствую людей, зрителей, не вижу их лиц, и мне это очень неудобно. То есть контакта нету, ощущения. Я спросил, потому что вы в одном интервью сказали, что творчество это бесполезно, и делаете это по накатанной. Не, не совсем. Я имею в виду, что все-таки творчество, оно делится на несколько составляющих, да. Грубо говоря, поначалу, да, начинающие какие-то музыканты, они, у них превалирует акцент на техническом исполнении, да. Они стараются вот ноты играть, как в известном анекдоте, да, когда идет парень по улице и видит, что стоит мужик, ну, молодой парень играет, пилит на гитаре пассажи такие там виртуознейшие. И перед ним стоит один-единственный слушатель такой, о, как здорово. Он заходит за угол, а там стоит дедушка такой совсем старенький-старенький, и одну ноту на гитаре такой пилю, а перед ним сотни людей такие. И он подходит к дедушке и говорит, слушай, я, говорит, не понимаю, там вот парень за углом, говорит, виртуозно вообще лупит там пассажи, а ты тут одну ноту играешь, а у него там никого зрителя нет, а у тебя целая толпа. А дедушка ему отвечает, так он молодой, еще ищет, а я уже нашел. Вот у меня то же самое. Сначала ты ищешь способы это донести технически, то есть люди, музыканты акцентируют свое внимание на исполнительском искусстве, да, то есть там на инструментах, в качестве звука и так далее, как какую ногу куда поставить на сцене и все такое. Но ты, когда уже профи, у тебя все это происходит по накатанной, то есть ты уже настолько все это в навык превращается, практически в рефлексы, и ты начинаешь обращать внимание, акцентировать на другом, то есть на том, чтобы донести состояние. То есть это нечто вроде телепатии, то есть у тебя есть образ определенный, в котором ты живешь во время исполнения песни, то есть это практически другая реальность. И ты ее доносишь людям, не обращая внимания на то, как это делается, потому что все остальное происходит рефлекторно. Вот я о чем, что творчество меняется. В следующем году группе 24 года, если ничего не путаю, исполняется? Вроде бы. Я уже сбился со счету. Я помню времена, или вы рассказывали это, когда у вас в самом начале разогревал сплин, король и шут, то есть было такое. А почему? В день рождения было, да. А почему сегодня группа пилот не входит в топ-3 российских групп, то есть спустя этого? Но туда не входит ни одна молодая группа, из нашего поколения никто вообще. До сих пор в первой тройке групп, я так понимаю, во-первых, находятся ДДТ, Алиса, Бутусов, БГ, все те же самые люди, как говорится, 60+. Из нашего поколения, я могу сказать, практически никто. Ну, я думаю, что мы и сплин, вот так примерно. То есть мы все равно, я понимаю, что группа пилот, это группа пилот, ну, второго эшелона группа. Мы не собираем сейчас каких-то битком стадионов, как это было там 15 лет назад, да, грубо говоря. Я специально пошел на этот шаг сознательно, понимая, что так будет. Но не стал торговаться совестью, вот. Мне показалось, что доносить какие-то важные, мудрые вещи для людей важнее, чем собирать стадионы и зарабатывать кучу денег. Хотя известны были все пути для этого, да, как бы, как это сделать, ну, все наработки были понятны. То есть мы могли это сделать в любой момент. Но я сказал, что мне, как говорится, чистая совесть и перед Богом гораздо важнее, чем надеть карман. Поэтому я сказал сразу своим музыкантам, когда мы издавали вот сложные альбомы, какой-то момент там «1 плюс 1 равно 1», «Содружество» – это альбом, посвященный очень тяжелой такой для людей восприятия тематики, адвайты, ведического знания. И я сказал, что, парни, готовьтесь к тому, что мы потеряем 70% слушателей, потому что тематика духовная интересует, дай Бог, 1% населения страны. То есть это не три прихлопа, под которые будут радостно все пивом плясать. То есть мы уходим из развлекательного творчества и будем заниматься педагогикой. И понятно, что мы потеряли, конечно, уровень популярности, но не так сильно, как я ожидал. Я думал, что мы потеряем процентов 70, а в итоге мы потеряли процентов примерно 30-35. Ну и плюс понятно, что мода на рок-н-ролл ушла как-то. Всегда есть новые какие-то имена, которые взлетают и падают. То есть людям нужно всегда что-то новое. И опять же говорю, чтобы слушать песни группы «Пилот», у человека должен быть как минимум развитый интеллект. Потому что иначе он просто не будет понимать, про что песни вообще. У него должен быть багаж какой-то, прочитанные книги какие-то, знания какое-то должны быть. Нет, ну та же группа «Сплин», она же, наверное, не про два прихлопа, но... Ну, все равно. Или для вас это не рок-группа? Я понимаю, что Саша Васильев, он при всем при том, что он очень неглупый парень, но у него все равно все творчество про романтизм, про романтические отношения с женщинами. То есть это такое городское эротическое искусство на уровне романтики. А у нас же, извините, почти все песни про отношения с Богом. Почувствуйте разницу. То есть романтизм про отношения с женщинами там. То есть ты от меня ушла, а я тебя жду и так далее. Вот. Ну и так далее. То есть какие-то бытовые вопросы, исключительно приземленные, все равно там в группе «Сплин» рассматриваются. У них есть песни про какие-то высокие материи, но их не так много. А у нас превалирует количество таких песен все-таки. Учитывая, что все знают еще, что я там преподаю подобные вещи за 12 лет практически. То есть все знают, что, как говорится, я не курю наркотики и романтикой не интересуюсь. Вот. Поэтому мы не близки общему населению страны, скажем так. Мы близки только людям, которые заботятся о собственном развитии, какой-то своей внутренней стороне, о чистой совести, о здравом смысле и так далее. Таковых всегда было немного. Поэтому у меня нет иллюзий на этот счет. Ну последний пример тогда. Группа «Аквариум» — это тоже про романтизм? Нет. Нет, но я бы сказал, что все-таки, во-первых, у группы «Аквариум» есть багаж и называется «Все сошлось». Я прекрасно понимаю, что если бы сейчас была такая группа, как кино, она бы нафиг никому не была нужна. Вообще нафиг никому не нужна. Это называется «Все совпало». Но без рыбьи, рак рыбы, да, грубо говоря. И тогда это была действительно великолепная поэзия, очень хорошая вовремя музыка. Все было в тот момент правильно, сошлось. Рок был запрещен, поэтому действительно это был голос свободы, да, свежий глоток воздуха. Этих людей было немного. И они были действительно интеллектуально очень хорошо подкованы. Что Шевчук, что Кинчев, что БГ и так далее. Они в очень высоких вещах говорили в поэзии еще тогда, когда им было 20 с копейками. И в стране это была редкость, да. То есть таких людей не было. Об этом вообще никто не пел, не говорил и так далее. Они были голосом свежим таким, да, свежего поколения нового. Голосом свободы. Но сейчас такие артисты никому не нужны. Потому что сейчас из каждого ящика каждый Вася Пупкин в своем гараже пишет на расстроенной какой-то детали за 7 рублей свои песни, выкладывает в YouTube и «О, отлично, у нас новый артист». А то, что он пишет по-русски с ошибками, да, у него, ну, как бы словарная запаска, койлочки-людоедочки. И никого не волнует. Сейчас время бандерлогов. То есть это обезьянья культура, она полностью практически поглощает искусство настоящее. Просто завалило все. И в этом тазу, вот в этом пенегрете, я бы сказал, что такой вагон с углем, и найти там один алмаз какой-то драгоценный, это надо испачкаться по уши вот в этой мазуте, чтобы что-то стоящее найти. А люди перестали искать. Поэтому понятно, что БГ вот на старых дрожжах, на старом багаже, он все-таки держится. Но даже сейчас он уже стадион-то далеко давно не собирает. Давно. И если вы придете на концерт «Аквариум», вы увидите, что 90% зрителей – это 50+. То есть это люди его поколения, которые на нем выросли, и с его песнями жили. Там молодежи-то нет. Потому что молодежь даже трех слов не понимает в его песне. У меня недавно, я рассказывал, журналистка спросила. Мы когда ехали с туром альбома «Пандора» в последней пластинке, у меня журналистка телеканала в каком-то городе спросила, о чем песня. Ну, я ей говорю, что вы понимаете, ну, это раскрыта тема искушения, об этом говорит еще и фраза в конце песни про 30 монет серебра. Она такая, что это? Я говорю, ну, это 30 серебряников. Она такая, а это что? И я просто встал и сказал, спасибо, интервью закончено. Я говорю, держи банан, возвращайся на пальму. О чем с тобой говорить? Ты не человек, ты обезьяна. Все. И таких журналистов больше половины сейчас. По крайней мере в России. Я в каждом городе их встречаю. И это не девочки с диктофонами. Это приходят люди с профессиональной аппаратурой, телеканалом, с радиостанцией и несут такую чушь. Они не знают русского языка, ни филологии, ничего вообще. У них нету литературного багажа никакого. Даже мне, я не БГ, но мне даже не о чем с ними разговаривать. Просто не о чем. Такое ощущение, что я куркоганом вошел в камеру. В целом вас раздражает то, какая музыка популярна, какие артисты сегодня востребованы. Меня не музыка раздражает, а уровень и подачи материала, то есть какой материал подается, и уровень интеллекта. Я вижу, что люди деградируют с огромной скоростью. Вот это я вижу. То есть когда я говорю, что мне не нравится рэп, я не имею в виду музыку. Потому что мне очень нравится рэп-культура, если это несет какие-то позитивные вещи. Мне нравится группа «Кирпичи», и там «Вася Васин», где все с юмором подается. Мне нравятся многие песни «Ной» за МС, где он рассматривает интересные какие-то темы. Мне нравятся зарубежные артисты, которые рэп исполняют, в том числе тяжелые, которые честные вещи несут, грамотные и правильные, какие-то важные. Но 90% рэп-исполнителей гонят вот это вот. Ну что, братан, там твою тёлку, вот это вот. А я гопоту ненавижу с детства. Я среди неё вырос. Я вот этих обезглавленных гопников ненавижу. Люто причём. И я вижу, что 9 человек из 10 рэперов это просто гопота. Тупая, быдловая гопота. И они несут эту культуру в массы. Дети это слушают. И это катастрофа, на мой взгляд. Но если это так популярно, возможно, это нужно сегодняшней молодёжи просто? Ну, шлюха всегда нужнее, чем балерина, конечно. Кто бы сомневался. Водка и шлюхи всегда более популярны, чем балеты и оперы. Никто не сомневается. Поэтому искусство, как говорил Островский правильно, оно призвано пробуждать в людях совесть и интеллект. Оно должно воспитывать людей. Артист должен дотаскивать людей до своего уровня, а не спускаться к ним. Иначе он становится шариком. И почти все артисты вот сопротивлялись на этот уровень. Большинство. Даже Нала Пугачева. Я недавно пост выкладывал про это. Представьте, что певица, которая пела такие песни, как там, по-моему, Цветаева же написала «Рэкпиэм». Да, она пела песню. Вся страна плакала. То есть люди настолько очищались душой. Это было реально духовное очищение. Это практически исповедь была. То есть она пела там старинные часы, песню «Куда уходит детство». Это великолепные, мудрейшие песни. И вдруг она вот это вот. Как там у нее там? Девочка, господи, зайка моя. Вот эта вот девочка из интернета там. И вот эта пошлятина вот эта, которые вот эти кабаки, быдлятина, бандиты, вот эти шлюхи кругом. И человек спустился с высокой вообще, с королевских просто на дно упал. Просто на дно. И вот, вот, пожалуйста. То есть человек занимался искусством, а спустился до бани со шлюхами практически. Ну может же существовать и такая музыка тоже. Развлекательная, легкая, танцевальная. Конечно. Конечно. Я всегда говорю, развлекательное творчество, оно обезэкно должно присутствовать. Людям нужно дышать. Но наряду с этим, я считаю, должно происходить. То есть, ну, это как, не знаю, должны быть юмористы, да, и должны быть образовательные программы. Ну, хотя бы пополам. Но когда везде, ну, как бы просто идет пошлятина и юмор, да, тупой, и когда кругом одна водка и шлюхи, и никто не говорит какие-то правильные вещи, тем более средства массовой информации, да, этому способствует, то просто реально вся страна, она опускается в яму. Просто не то, что даже страна, а это в мире происходит. Потому что наряду с развлекательной культурой должно, помимо стриптиза, обязательно должен быть балет, должен быть театр. Я вот ненавижу оперу, честно говоря, но она должна быть. То есть я понимаю, что моего воспитания не хватает, чтобы понять все красоты оперы. Но это искусство. У меня хватает мозгов, чтобы понимать, что Эрмитаж, да, музей, великолепное искусство, балет, опера, настоящий драматический театр, это великое искусство. И люди обязаны туда ходить, водить туда детей, читать умные книжки. А их окружили только стриптизом. Вот чем все дело. Разве так было не всегда? То есть когда вам было 15, наверное, те, кто был постарше, тоже думали, что вы слушаете какое-то дерьмо, нет? Возможно. Но когда мне было 15, если человек матюгнулся в транспорте, его сдавали в ментовку на 15 суток. Женщины на улице не курили в моем детстве. Вот я всегда говорю, что люди часто говорят, что вот у нас в Советском Союзе, там вот было круто, а мы в советские времена. Понимаете, люди тоскуют не по режиму. Люди тоскуют по человеческому отношению, которое было в Советском Союзе. Потому что мы детьми, я гулял один, мы просто одни гуляли без родителей с 4 лет на улице. Мы абсолютно безопасно выходили на улицу и гуляли где хотели. Родители знали, что нас никто не тронет. Потому что если человек вор был, хоть какой-то один плюс, какой-то на районе, его все знали, и это было позор. То есть женщину с сигаретой на улице мог любой подойти, при мне это было сто раз. Подходили и говорили, вы что женщина с сигаретой, здесь дикие ходят на сразу, извините, пожалуйста, все. Если человек матюгается в автобусе, к нему поворачивается весь автобус и говорит, что милицию вызвать, он сразу, извините, все. То есть люди были высоконравственные, воспитанные. И была безопасность, была взаимовыручка, была идея внутри. Все-таки люди были, даже, я бы сказал, духовно светлые в Советском Союзе. И поэтому и пели люди совершенно другие песни. Даже рокеры. Возьмите «Машину времени», какие песни у них были. Даже возьмите Кинчева, Шевчука и так далее. Сравните. То есть та же самая Алиса. В 23 года человек написал песню «Красная на черном». Там про Христа история, там про какие-то мудрые вещи, про там, не знаю, то есть у человека вот такой интеллектуальный багаж был в 23 года. А сейчас люди в 40 поют, как будто им 12. Вот о чем речь. То есть интеллекта нету. Я про это, вот это и мне жаль очень теряю. Понятно, что каждое поколение фырчит по поводу новой музыки. Надо повторять, дело не в музыке, а в том, что она не в фантике, а в содержимом. Пусть это будет самый жестокий. Вот пример. У меня есть одна из любимых групп в Питере. Называется хардкоровая группа «Пять углов». Это редскины. То есть называется «Красные скинхеды». Они против нацизма, против расизма. Ну, как-то большевики. Есть такая странная такая, как-то сказать, организация. Называется «Редскин». Они выглядят как скинхеды, но они против нацизма и расизма. Они за права рабочих людей. Такие вот. Так вот, мне очень нравятся их тексты. Я музыку такую, ну, слушать особо не могу. То есть, ну, уже мне тяжело. На концерты я никогда не пойду, потому что, то есть, понятно, что это совсем уж такое не для меня. И они практически такие вот. Рэп под тяжелую музыку. Но тексты такие, и выглядят они очень брутально, ну, как настоящие скинхеды. Там бритоголовые, дядьские, там крепкие, все накаченные, в татухах, там выглядят агрессивно. Но я сказал, ну, тоже прилюдно при всех несколько раз говорил это в интервью. Если бы у меня родился сын, я бы отдал его на воспитание группе «Пять углов», потому что они бы воспитали из него настоящего мужчину. Потому что у них все тексты песен про мужскую честь, про достоинство, про то, каким должен быть мужчина на самом деле. И я бы, вот, отдал бы вокалисту, Саше Ирзаку, своего сына и сказал, воспитай мне, пожалуйста, мальчишку с чистым сердцем. И я знаю, что из него вырос бы настоящий мужчина. Настоящий хороший отец, верный муж и так далее, и так далее. Который защищал бы детей и семью, и государство. Это был бы правильно, нормально, патриотически воспитанный мужчина. Вот что должна нести группа. Причем, что это очень агрессивная музыка и очень агрессивные внешне выглядящие парни. Но они несут праведные вещи. Не в музыке дело. Просто, ну, я не очень, может, хорошо помню, но если взять там конец восьмидесятых, начало девяностых, были же все эти мальчишники, и ласковый май, и прочие группы, которые не несли ничего интеллектуального и собирали стадионы. Да. Они всегда будут собирать стадионы, потому что яйца чешутся у всех обезьян. Это же инстинкт животный. Есть, ну, говорю, я всегда говорю, для меня существа делятся очень просто. Возможно, я даже какой-то, ну, высказываю какие-то экстремистские вещи в данном случае. Возможно, кто-то и так воспримет. Но для меня люди делятся на людей и нелюдей. Это единственное мое разделение. Мне не важен ни цвет кожи, даже ни форма тела, ни нация. Ничего не волнует. Меня волнует только одно. Либо человек придурок, либо он порядочный человек. И вот придурки, они определяются очень просто. Да, вот это нелюди. Они живут четырьмя животными инстинктами. Еда, сон, секс и самооборона. И вот люди, которые несут эту культуру, в том числе со сцены, для меня это нелюди. Это бандерлоги. Это не человек. Это в человеческой форме животное, в человеческом теле. И у них своя культура, к которой я не хочу не иметь никакого отношения. Мы биологически разные существа. И я не хочу иметь отношения к этой культуре. В том числе, говорю, что даже если это сделано очень красиво и здорово. Плюс, говорю, развлекательная культура тоже может быть умной. Я даже больше буду за группу Ленинград, чем за вас. Но тут, по крайней мере, хоть интеллект есть, и человек честен. Но это к творчеству такое, посредованное отношение имеет, нет? Согласен, конечно. Ну, блин, тот же Шнур, он же просто скомарок. Но он скомарок реально в древней традиции. Это умный, очень умный шут. Ну, он же реально скомарок и шут. Мало того, с двумя высшими образованиями, одно из которых духовное семинарие. Он закончил духовную семинарию, и он великолепный историк. Там интеллекта больше, чем надо. И он же не стал врать. В отличие от многих артистов, которые просто на низком интеллектуальном уровне населения делали деньги, как ласковый май, грубо говоря, просто было рассчитанное такое мошенничество по-хорошему. А Шнур честно сказал, вы хотите песен, их есть у меня, любит наш народ всякое говно. Да вот вам, пожалуйста, говно, лишите, суки, платите деньги. И они купились. Он же честно сказал все. Вы хотите говна, я вам его дам. Несите бабки. Он даже врать не стал. И все. И народ схавал. То есть поначалу просто это все было шутка для интеллектуально развитых людей в Питере, когда Ленинград только начинал. Все над этим смеялись, потому что это была удачная интеллектуальная шутка там в духе Жванецкого. А потом реально вот эта вся гопота на это купилась. Они это за чистую монету приняли. И тогда это стало уже не смешно. Ну, получается, он уподобается своей публике, а не ведет ее за собой? Нет, он просто сказал, раз вы такие дебилы, я на вас буду делать деньги. Вот что случилось. Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки. Но причем он их даже не обманывал. Он просто всем продемонстрировал, насколько низкий уровень интеллектуальный и духовный у людей в стране. Он это просто открыто всем продемонстрировал. И еще и умудрился сделать на этом деньги. Вот и все. Он сказал, посмотрите на этих людей. Я сомневаюсь, что те, кто на его концерте отпрыгивает, они понимают, что это про них. Скорее всего, это про кого-то, кто не пришел на этот концерт. Не, может быть, они и не понимают. Но на это-то все и рассчитано. Нету того уровня разума, чтобы это понять и осознать. Про ту и речь. Я чуть-чуть хотел коснуться темы здорового образа жизни. Чуть-чуть совсем. Вы не едите мясо, не пьете, не курите, не употребляете. А можете сказать, в какой последовательности вы отметали это все? То есть, что первым было? Я уже почти 25 лет вегетарианец. С алкоголем и сигаретами у меня подход такой. И я даже на лекциях на своих это говорю. Что любой яб является лекарством, если это применяется по прямому назначению врача, в соответствующей дозировке, прописанной, к месту, ко времени, в нужной дозировке по прямому назначению. Поэтому у меня была ситуация, потому что у меня есть серьезные проблемы с сердцем. Уже обнаружились несколько лет назад. И когда понятно, что связи позволяют, я пришел к очень серьезным профессорам кардиологии, и он меня спросил, ну что вы, Илья Леонидович, не пиваете? Я ему честно говорю, нет, я не пью, не курю. Он такой, жаль, придется начинать. И мне, правда, врачи сказали, то есть, дважды профессор нейрофизиологии, профессор кардиологии, все в один голос сказали, Илюша, начинай курить сигареты. Не надо курить пачку в день, но хотя бы 3-4 сигареты в день тебе надо курить. И, пожалуйста, каждый день перед едой 50 грамм самогонно содержащего алкоголя. Иначе схлопочешь инфаркт. Если хочешь долго жить, начинай. Поэтому я пью алкоголь исключительно в медицинских показаниях, то есть, я не напиваюсь, а пью вот свои положенные. И то не каждый день я пью чистую самогонку, 50 грамм перед обедом, как мне и прописали врачи. И стараюсь, да, ну, курить немного. Хотя для меня это проблема. У меня нервная работа, и я всегда любил курить, поэтому мне бросать было тяжело. Поэтому мне сложно удержать на трех сигаретах в день, но бросать нельзя, сказали. Уже опасно для жизни. Кто-то вам скажет, что я вот пришел, уставший вечером с работы, и выпить бутылочку холодного пива для меня это только как лекарство. Я согласен. Если, то есть, на самом деле, если человек, пиво просто такой продукт, он не всем полезен. Тут надо индивидуально подходить к вопросу, потому что это все-таки солодовая вся эта история, брожение, продукт брожения, это не очень полезно, особенно для женщин. Пиво вообще нельзя пить женщинам, потому что вызывает женские болезни, изменения в организме, очень серьезно. Но, блин, если, не знаю, там мужик за 100 килограмм, грубо говоря, придет вечером и выпьет стакан пива, я думаю, ничего страшного не будет. Ну, реально, если он это не будет делать каждый день, ничего страшного. То есть, я не радикалист в данном вопросе, я не сумасшедший фанатик с очарованными глазами, то есть, я вот поэтому всегда не очень люблю шизотериков, да, с их радикализмом, вот этим, когда они там сразу бросают шашлыки и принимаются есть только чистую редиску. Мне кажется, и то, и другое одинаково глупо, потому что радикализм это признак отсутствия разума. То есть, я за разумность. Я считаю, как сказал мой знакомый врач, 50 грамм конника с мороза еще никому не навредили, а многим на жизнь спасли. Просто нужно все вовремя, и к месту, и в правильной дозировке. Точно так же, как не надо глотать аспирин 20 таблеток сразу. Тебя тоже вторгнет. Вот. И алкоголь тоже самое, это лекарство. Возьми, выпей 50 грамм. Неплохо тебе, тем более, если тебе там за 40. Если ты здоровый мужик, тебе за 40 лет, да выпей ты вечером 50 грамм конника. Это только поддержит твое сердце, кровеносные сосуды, там, холестерину поможет и так далее. Ничего плохого не будет. То есть, вы не капаете на мозг там своим семейным, по товарищам, по группе, что там... То есть, у вас может быть в коллективе пьющий? Да, конечно. Мало того, я во всей группе единственный курю. Я никого не призывал, но я остался единственный курящий в группе практически. Иногда Световик курит и я, все. Рок-группа на выезде. Практически никто не пьет и почти никто не курит, кроме меня. А когда вы попадаете в какую-то компанию, день рождения, где выпивают, вы себя там глупо чувствуете или нормально вы приспособились уже? Если я приехал без руля, я могу выпить 50 грамм. Просто за уважение к имениннику, грубо говоря. Просто я не стану пить вторые 50. Ну, и я здесь применяю различные хитрости в зависимости от обстоятельств. Я говорю, что у меня там сердцем плохо, если я выпью вторые, я умру. У меня там печень бань. Ну, то есть, я иду на всякие хитрости и так далее. То есть, я не говорю, что я там под божьими законами живу, мне запрещено и так далее. Не гоню это все людям, которые не готовы этого сделать. Но я реально же живу по законам определенным, как бы в мироздании. Под божьими законами мне запрещено это делать. Начнем с этого. Я за уважение, я соблюдаю закон гостеприимства. То есть, я могу себе позволить, скажем так, выпить 50 грамм, если я не за рулем, придя на праздник. Но больше 50 пить не буду. Потому что, зачем? Вы сказали о проблемах с здоровьем. В этом есть вина вашего бурного прошлого? Или это... Ничего не проходит незаметно? Никогда. За все придется платить, конечно. И причем очень трагично. Я могу сказать, что у меня огромное количество проблем в жизни и почти все эти проблемы из-за, так сказать, бывшей наркозависимости. Поэтому я всем людям с подобной проблемой говорю, не думайте, что вас это не... Никогда. Не бывает такого. Чтобы ты вылез из этой ямы как бы без последствий. Такого не будет. Мало того, что мне еще очень повезло. Я, наверное, остался в живых один из 50. Примерно. То есть вот так вот. И благодаря только тому, что я все эти 30 лет занимался йогой, духовными практиками, постоянно ездил на ретриты, духовные лагеря. Сначала буддизм, потом лидическая культура, христианство, и у меня много чего было. Но я постоянно параллельно занимался этим и, наверное, поэтому остался жить. Вот. И еще и вылез из этого всего с минимальными последствиями. Но даже их хватает для того, чтобы я испытывал огромные трудности. И не только со здоровьем, но, например, и с ребенком тоже. Вы в одном интервью сказали, что не испытываете жалости к наркоманам, даже к детям. И если они выбрали такой путь, то это их выбор и ради бога. Нет, не ради бога, но я считаю, я уважаю выбор каждого человека. То есть, если он принял такое решение, он должен нести за это ответственность, отвечать за это. Почему я должен его жалеть? Он это выбрал. То есть, я даю им свободу жить, как они хотят. Пока есть единственное правило, которое дает право на это. Соблюдение закона ненасилия. Пока эти люди не несут насилие другим, они свободны делать со своей жизнью что угодно. То есть, самовыражаться как угодно. Как только от их лица поступает насилие, это дает право применить насилие в ответ. Золотая фраза еще в детском садике. Он первый начал. Все. Ты имеешь право применить насилие к человеку, который применил его к тебе. Но не раньше. Поэтому, если они никому не мешают, если они гробят свою жизнь, они приняли такое решение, пожалуйста, это твоя судьба. Значит, тебе нужен был такой опыт. Я уважаю твой выбор. Ты свободен. Вот, я даю им свободу. Но, если такой человек говорит, я хочу это бросить, я говорю, я к твоим услугам, я знаю, как это сделать, я тебе помогу. Пока этого желания нет, я не буду протягивать руку. При этом группа пилот выступает в местах лишения свободы, то есть, вы испытываете жалость к заключенным? Нет, просто среди них совершенно нормальные люди. Заключенные такие же люди, как и все. Но, среди них очень, на самом деле, маленький процент тех людей, которые, я бы сказал, неисправимы. Такие тоже встречаются, но их очень мало. В основном, это люди, которые оступились по жизни. Ну, обстоятельства, ситуации, жизневоспитание, что-то еще. То есть, они совершали ошибки. А человек, который совершил ошибку, я считаю, что он должен, конечно, поднести за это ответственность, но я согласен с тем, что надо осуждать греха, не грешника. Вот. Вот есть такое христианское правило очень хорошее. Осуждай грех, не осуждай грешника. Потому что никто не знает внутренних сил другого человека. Никто не знает, какие битвы происходят внутри другого человека. У каждого свои демоны. И у каждого своя духовная сила. Не факт, что другой выдержит то, что выдержал ты. И наоборот. То есть, ты не можешь осуждать другого человека за то, что он, скажем, оступился по-другому, нежели ты. Вот. А нет таких людей, которые не оступались, Нет таких людей, которые не попадали на искушение. Это такие же люди. И я заметьте, я езжу к ним и пою песни, в которых рассказываю, как нужно быть порядочным человеком и почему таким нужно жить. Я просто стараюсь изменить их людей внутри. Я не развлекаю их. Вот в чем все дело. Я не занимаюсь развлекательной культурой. Я езжу в заключенном по тюрьму для того, чтобы сделать из них нормальных, порядочных, адекватных, совестливых людей. И очень часто получается. Я вот, да, не очень понимаю, чем наркоманы хуже заключенных. Почему? Одних вам жалко, других не жалко. Они тоже могли попасть в плохую компанию, они могут быть слабы духом. Их могут... Классим. Нет, нет, я же не говорю, что я говорю. Я не осуждаю их ни тех, ни других. И мне не жалко ни тех, ни других. Это их выбор. Они должны за это отвечать. Вот и все. Я просто предлагаю им выбор следующий. Я им предоставляю альтернативную, другую жизнь. Я езжу по реабилитационным центрам и разговариваю с наркоманами, с алкоголиками. То есть у меня же есть такая практика. Я каждый год практически езжу по-разному. В православный центр, в протестанский. Я ездил в Дом на горе. Это 12 шагов программа. Деддомары. То есть как бы и так далее. Я разговариваю со всеми этими людьми. Клуб беспризорников там я ездил там несколько раз. Я просто объясняю людям, почему нужно жить порядочным и честным человеком. Что это для вас же будет выгодно. Я объясняю им смысл. То есть в чем предназначение их жизни. Почему они сюда попали и так далее. Потому что все эти ошибки, которые совершают и эти там неблагополучные подростки, наркоманы, алкоголики там и уголовники, да. Все эти ошибки продиктованы только одним. Незнанием. Не просто... Ну, все хотели быть счастливыми. Просто никто не знал, как это сделать. Поэтому не совершали ошибки. Любой человек совершал любой, даже самый омерзительный поступок по одной и той же причине. Он просто хотел быть счастливым, как и мы. А вы сегодня счастливый человек? Я думаю, что на все сто процентов счастливым может быть либо Будды, либо психопаты. Я ни то, ни другое. Вот. Поэтому, конечно, нет. Но у меня есть просто адекватные, разумные причины не быть счастливым здесь. Какие-то вещи, которые мне мешают здесь быть счастливым. Во-первых, мне не нравится эта планета в целом. Еще больше мне не нравятся люди на ней. Мне не нравится моя жизнь, потому что я многое в ней запорол. Мне не нравится, что я запорол во многом жизнь своему ребенку тем, что я делал раньше. И так далее. То есть я совершил очень много ошибок, и без этого можно было бы обойтись. Но, к сожалению, так судьба сложилась. То есть есть вещи, которые для меня сложились трагично. И в целом вообще. Мне жизнь на этой планете не нравится. Поэтому я не могу здесь ощущать себя счастливым человеком. Я в тюрьме себя ощущаю с рождения. Вообще интересно, что вы говорили про то, что люди вам не нравятся, про то, что без людей эта планета была бы лучше, и при этом вы хотите помогать людям, ездите к ним, разговариваете, выступаете перед ними. Да. Я согласен с тем, что я всегда раскрываю вот эти свои фразы, заявления, в том, что мне не нравятся люди в целом, мне нравится человеческая цивилизация, по какому пути она пошла, мне не нравится, скажем, больше 90% населения Земли из-за того, что они ведут себя не по-человечески, бесчеловечно. Вот. Я не считаю их людьми в полной мере, потому что это бесчеловечное поведение, бессовестное, эгоистическое, то есть проникнутое алчностью, похотью и так далее. Но есть люди на этой Земле, которые дают силы жить дальше. То есть именно те, как в Евангелии сказано, кому бы стоило унаследовать Землю. Я таких тоже встречал, достаточно много, я встречал тысячи таких людей. Но, как говорит древнее знание, и похоже, что это правда, говорится в знании, что на этой планете один светлый на тьму темных, а тьма это 10 тысяч. То есть один праведный, настоящий, порядочный человек, живущий по законам Бога, на 10 тысяч темных людей, которые живут только алчностью, похотью, жадностью и абсолютно эгоистичным. Один на 10 тысяч. Но этот один стоит того, чтобы найти его, подружиться и держаться друг за друга. Вот в чем смысл. А в целом, да, я считаю, что без людей эта планета восстановилась бы очень быстро и была бы прекрасна. Но они ее практически уже уничтожили. Хочется закончить чуть-чуть на чем-то позитивном, поэтому... С Новым Годом! Я хотел спросить, какие у вас планы на Новый Год, что вы попросили у Деда Мороза, и когда выйдет альбом? Боюсь, что в моей жизни настала пора самому быть Дедом Морозом. Поэтому просить будут у меня. Однажды в жизни каждого мужчины наступает момент, когда... То есть, он просит на Новый Год у Деда Мороза что-то, но наступает момент, когда он становится ответственным мужчиной с большой буквы, и тогда он сам становится волшебником, Дедом Морозом и начинает исполнять желания других. Вот у меня это время уже наступило, поэтому мы с тестем год за год меняемся. В прошлом году он был Дедом Морозом, в этом году значит мне опять. Я буду исполнять желания всех. С мешком приду и так далее. Мы поедем к бабушке, дедушке, конечно, повезем внучку туда и надеюсь месяц провести в Нижнем Новгороде, у родни. Честно говоря, мне гораздо больше там нравится жить, чем в Питере. Там совсем другие люди, другая жизнь. Я думаю, что если бы я был рок-музыкантом в другой стране где-нибудь, то, конечно, я мог бы себе финансово позволить. У меня осталась единственная мечта розовая в моей жизни, моя личная эгоистическая мечта. Да и то не совсем эгоистичная. Я бы очень хотел купить дом за городом и уехать туда жить. Потому что я не могу жить в городе, мне очень плохо от этого, от этих кучи людей, абсолютно вот этих испуганных, глупых, которые ведутся на эти вот средства массовой информации и так далее. Ну, такое, люди, которые... Вот, это непредсказуемая толпа. То есть это не люди, это непредсказуемая толпа. И их поведение продиктовано не собственными мыслями, не собственным разумом, а то, что им третья бабушка восьмого дня сказала. То есть мне среди них жить неуютно и опасно. Поэтому я хотел бы от них уехать. Быть поближе к природе. Я хочу дружить с животными, как бы, как говорится, а не видеть их трупы в магазине каждый день. Я бы прикармливал там зайчиков, лис. Я даже с волками, уверен, подружился бы с медведем. То есть я готов жить в природе с миром совсем, в мире со всеми. И хотелось бы к этому приблизиться, сделать шаг. Ну, вот, поэтому Нижний для меня лучше, чем Питер. Поэтому я жду, не дождусь, когда я 25 декабря уеду в Нижний Новгород, в деревню, и там хотя бы месяц отдохнуть, спасибо вам и с наступающим. И вас с Новым Годом, ребята. Я очень надеюсь, что мы когда-нибудь обязательно приедем еще к вам, потому что мне очень нравится вообще у вас замечательный, я, в Риге у меня осталось на всю жизнь прямо такой красивый город, совершенно замечательный. Да и люди прекрасны. Я еще все детство в Литве провел, поэтому для меня это прямо как все родное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова